Всем привет! Сегодня очередное видео из серии Видеомагнитофон меняет хозяина. Кстати, последнее видео подобное выходило у меня еще в июле 2021 года. Это было очень давно, а все потому, что я редко что-то продаю. Я в основном покупаю, как коллекционер. Я очень редко что-то продаю. Ну вот, пришло время избавиться от этого видеомагнитофона. Не то, чтобы мне это очень сильно хотелось, но пришло его время. Я сегодня его покажу последний раз. Это будут последние видео на канале именно с этим аппаратом. И, кстати, то видео, которое было у меня последним на тему «Видеомагнитофон меняет хозяина» или «Владельца» было тоже с аппаратом формата видео 8. В общем, с этим видиком приключилась одна неприятная вещь. Какое-то время назад я его достал, чтобы немного тоже его погонять, скажем так, чтобы не застаивалась аппаратура, как я делал и со всеми своими видоками. И оказалось так, что он перестал мотать вперед. Все остальное работает очень хорошо. Но вперед он перестал мотать. Причем в открытую вперед он все-таки мотает. В открытую при воспроизведении. Продаю я его, конечно, не потому, что он перестал частично работать, а просто, кто следит за моими видео, знает, что я купил другой видеомагнитофон формата Hi-8. Сейчас быстренько его еще раз включим. Посмотрим, как он работает. Последний раз, скажем так. Вперед я мотать не буду, потому что может испортить пленку. Происходят просто щелчки. Такое ощущение, что что-то случилось с шестеренкой. Назад он по-прежнему мотает прекрасно. И также ускоренная перемотка назад тоже так же прекрасно работает. Видик на самом деле очень классно показывает. Хотя это очень простой видеомагнитофон. На нем нет никаких особенных функций. Есть запись, есть тройная ускоренная перемотка назад. И все. Все остальное стандартное. Это воспроизведение, перемотка туда-сюда, стоп-пауза. Выброс кассеты, включение магнитофона. Все кнопки перечислил. А изображение действительно у него классное. Он, правда, не очень хорошо держит паузу. Вот так вот. Я его ни разу не чистил, ничего не делал. И работал он у меня от силы, наверное, раз пять или шесть. Вот как я ранее сказал. С воспроизведением видик все-таки вперед перематывает. Тоже есть щелчки, но перемотка все равно есть. Назад вот так вот работает тихо и мягко. Пульт у него вот такой, он абсолютно простой. Но, что интересно, на нем есть кнопка выброса кассеты. Вот она здесь находится. То есть, это аппарат-то, в общем-то, недорогой. Но кнопка выброса кассеты есть. На моем более дорогом аппарате ее нет. Я не пойму, почему ее там не сделали. Вот так вот они выглядят в сравнении. Видно, насколько здесь больше функционал. Но, что интересно, вот этим пультом я попробовал извлечь кассету из этого аппарата. И он работает. То есть, как бы, видеомагнитофон-то может эту команду читать. Просто нету кнопки на пульте. Просто нету кнопки на пульте. И почему, я не знаю, вот маленькой кнопочкой, вот сколько места можно было большую кнопку сделать. Это все, что я хотел сказать. Завтра этот видеомагнитофон отнесу в приемный пункт. Кстати, упакую его очень жестко. Упаковывать надо очень хорошо, потому что владелец его очень ждет. Я думаю, ему будет приятно, если он получит посылку классно упакованную. Так упакованную, что он ее даже устанет распаковывать. Это все, что я хотел сказать. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok